Здравствуйте! Сегодня «Взгляд с высоты» об итогах завершения программы переселения жителей региона из аварийного жилья. В Волгоградская область, как следует из информации, опубликованной на сайте госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, стала одним из 52 регионов страны, которые отчитались о выполнении пятилетней программы. Последняя неделя была буквально озарена радостными сообщениями о том, как справили новоселье жителей аварийных бараков в Калаче-на-Дону, в Краснослободске и Урюпинске. Правда, в том же Калаче-на-Дону, как выяснилось, спустя неделю после торжественного вручения ключей люди так и не вселились в свои квартиры. И такие случаи, когда новоселье превращалось, образно говоря, в фальстарт, в Волгоградской области не были единичными. Вероятно, региональные чиновники просто не хотели портить отчетность перед федеральным центром. Всего же, начиная с 2008 года, на территории Волгоградской области был ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года общей площадью 184 тысячи квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 миллиардов рублей, при этом 4 миллиарда рублей – средства фонда ЖКХ. Надо сказать, что реализация программы переселения граждан из аварийного жилья практически в каждом муниципалитете Волгоградской области участники программы проходила или со скрипом, или с громкими скандалами. Чего стоит только история с теперь уже бывшим заместителем главы городского поселения Средняя Ахтуба, а ныне обвиняемым Василием Соколовым. Он умыкнул со строящихся для переселенцев домов кирпич на свой коттедж. Мало того, немало домов, построенных по программе, оказались с браком. Жителям таких недоделанных трехэтажек в Светлоярском, Средне Ахтубинском, Калачевском и Октябрьском районах пришлось тратить порой по несколько лет, чтобы строители устранили дефекты. Стены в плесени, сырые подвалы и неутепленные крыши испортили радость от заселения десяткам, а то и сотням семей. Конечно, во многом это вина горе строителей и недобросовестных подрядчиков. Но ведь акты о приемке бракованных домов подписывали чиновники. Так или иначе, с горем пополам программу переселения из аварийного жилья в Волгоградской области можно считать выполненной. Но ведь речь идет лишь о домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Между тем, судя по данным Федерального центра, после этой даты в Волгоградской области аварийным признано более 220 тысяч квадратных метров жилья. Можно предположить, понадобится немало лет, чтобы расселить непригодные для жизни хибары, где до сих пор топят печки и пользуются уличными туалетами. Мало шансов на новоселье хотя бы в отдаленной перспективе и у жителей аварийного дома номер 37 по улице Саушинской в Волгограде. Здесь дошло до того, что здороваться с соседями можно через дыры в стенах. Единственное, что могут предложить людям власти, это почти такое же ветхое общежитие. Поэтому волгоградцы вынуждены оставаться в домах, готовых в любой момент рухнуть. Однако есть еще так называемый теневой аварийный фонд. Это те дома, проживание в которых несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Однако по какой-то причине чиновники не присваивают такому жилью соответствующий статус. Пример этого – развалюхи на четвертом участке, что на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Уже много лет обитатели трущоб добиваются того, чтобы эти так называемые дома признали аварийными. Все двери не закрываются, уже сел дом. Здесь фундамента нет. Я жду, когда обвалится все. Вы хотите погибнуть в этом доме? Я не знаю, что делать. Ночью рещит так, что как будто потолок валится. Между лентусов и стеной дыры вот такие вот, сквозняки дуют. А где жить-то? Не на улице же. Стены вываливаются, потому что не выдерживают такую тяжесть. Все это давит. И мы просто опасаемся за свою жизнь. Дом не утепляли. Стены все пустотелые. То есть то, что должно находиться между стен утеплителей или что, их не существует. В связи с этим начинаются происходить проблемы в стыках стен, плесень, грибок. Плесень, гнилые крыши, проваливающиеся полы и треснувшие стены. В таких условиях вынуждены существовать сегодня жители этих домов. Да еще, как в насмешку, им регулярно начисляют взносы за капремонт. Хотя уже никакой капремонт не вернет к жизни эти дома. Надо признать, ситуация с аварийным жилищным фондом действительно критическая. Пока остается мертвой инициатива Федерального центра о строительстве так называемых доходных домов с арендным жильем. Куда могли бы переселять жители аварийных домов. Но, увы, застройщики не проявили интереса к этому проекту. Окупаемость такого жилья составляет около 20 лет. Что, конечно, невыгодно для бизнеса. Сегодня мы не нашли тех людей, застройщиков, кто хотел бы работать с арендным жильем. Ни одного человека. Хотя понимаем, что это перспективная тематика. И мы, со своей стороны, давали предложения, в том числе, по дополнительному финансированию таких объектов. Потому что сегодня застройщик не идет, ну, невыгодно сставляющим. Дальше. Ну, мы знаем. Хотя, по нашему пониманию, востребованность жилья будет. Мы, со своей стороны, готовы подусмотреть и территорию, где на это выделили, да, там, в том числе. Но даже если будем сети подключать, ну, если так, все равно не выходит в экономику. Ситуация усугубляется тем, что в правительстве России до сих пор не приняли решение о продлении действия программы переселения из аварийного жилья с участием федеральных средств. Без помощи государства решить проблему с аварийным жильем невозможно. Регионы не осилят такую нагрузку. Ну, в этом году мы завершаем программу федеральную по переселению из аварийного жилья. И вы правильно сказали, что на 12 октября на заседании у городского суда было принято представление о поддержке федерального закона о продлении работы Фонда реформирования жилья и коммунального хозяйства. В связи с тем, что президентам дано задание правительству разработать дальнейший механизм по переселению вот как раз граждан из аварийного жилья. В сегодняшний момент, на 1 января 2017 года, в Волгоградской области зарегистрировано у нас 397 аварийных многоквартирных домов. Площадь данных составляет 225 тысяч квадратных метров, из которых проживает 13961 жителей городской области. Поэтому проблема, конечно, большая. И это превышает объем десятилетней программы, которая была завершена. Поэтому надеемся, что фонд продолжит свою работу, так как будет принятый федеральный закон, продлевается работа до 1 января 2019 года. Надеюсь, что за этот период будет разработан дальнейший механизм как раз по переселению из аварийного жилья. Потому что программа большая. Даже при реализации то, что я вам сказал уже, переселение 397 квартирных домов, необходимо 7 миллиардов рублей. Несмотря на то, что в Волгоградской области реализация программы переселения жителей ветхих домов в новые квартиры прошла далеко не безупречно, это помогло решить квартирный вопрос для многих жителей аварийных домов. Но далеко не для всех. И оставить за скобками эту проблему – это обречь на произвол судьбы тех волгоградцев, кто сам не имеет возможности переехать из опасного жилья. Это был «Взгляд с высоты». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин